Сегодня в столице в рамках празднования 80-летия проживания корейцев в Узбекистане 25-летнего установления дипломатических отношений между нашей страной и Республикой Кореи проведен международный форум. Его подробности в следующем материале программы. Нынешняя встреча стала еще одним свидетельством тому, что большие расстояния не являются помехой прочности дружеских уз. Кадры документального фильма. Многочисленные печатные публикации рассказывают о жизни корейцев, воле и судьбе оказавшихся в Узбекистане и ставших неотъемлемой частью многонациональной республики. Людей, не устающих благодарить гостеприимный край за доброту и милосердие, и принимающих активное участие во всех социально-экономических, политических и культурных процессах, происходящих в стране. Основной закон гарантирует равенство всех граждан. Независимо от этнической принадлежности, они имеют возможность сохранять и развивать свои национальные традиции и обычаи, языки и культуру. При этом происходит взаимопроникновение и обогащение. Благодаря условиям, созданным в Узбекистане, выдающихся успехах во всех сферах жизни добиваются представители разных национальных. В том числе более чем 200-тысячной корейской диаспоры. Для участия в региональном собрании Совета корейцев, проживающих за рубежом, приехали делегаты из 11 стран мира. В частности, Соединенные Штаты Америки, Австралии, Чили, Германии, России. Мы хотели бы показать всему миру, как корейцы живут в Узбекистане, дружной семьей, многонациональной стране. Депутаты со всех стран по результатам нашей встречи увезут к себе на родину мнение о том, как процветает наша страна. Подчеркивалось, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Южной Кореей не должно осуществляться исключительно силами государственных органов. Важная роль в этом процессе принадлежит народам наших стран, многовековые связи которых отличают доверие и уважение, столь необходимые для взаимовыгодного сотрудничества, обеспечения мира и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok